Фокусы с картами от моряка То есть если вы какой-нибудь сыновичок и не хотите париться с какими-то крутыми фишками Где необходима крутая ловкость рук Не переживайте, здесь ничего этого не понадобится Фокус обалденный, но в то же время легкий Так, давайте глянем как он выглядит Итак, друзья Для этого фокуса мы возьмем колоду карт И хорошенечко ее перетасуем Покажем нашему зрителю, что она абсолютно нормальная Никаких вкраплений здесь нету Все карты как карта И для этого фокуса я возьму 4 тузов Идеально, конечно, показывать этот фокус, когда у вас 4 зрителя То есть каждый зритель возьмет по одному тузу и запомнит Пока не запоминают, я потасую карты Ну все К примеру, я карты потасовал, зрители запомнили своих тузов Теперь я возьму первого туза первого зрителя бубнового Уберу сюда, в колоду Далее пикового туза второго зрителя я также убираю в колоду Третьего туза крестового третьего зрителя я убираю в колоду И четвертого туза четвертого зрителя червового я также убираю в колоду И вот так вот их туда запихиваю Подсним А теперь я попрошу первого зрителя Чей туз был, насколько я помню, бубновый Назвать любое число от 10 до 19 К примеру, он назовет число 12 Хорошо, 12 так 12 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать Я сложу сумму цифр 1 и 2 12, 1 и 2 И тем самым найду первого туза Раз, два, три Да, я был прав, это был бубновый туз Второго зрителя попрошу По-моему, там был пиковый туз, да? Второй зритель, к примеру, мне говорит Восемнадцать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, штырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать Сложу 1 и 8, получу девять Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Появляется пиковый туз Далее Третий зритель К примеру, он говорит пятнадцать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать Я также сложу 1 и 5, получу шесть Раз, два, три, четыре, пять, шесть Третий туз нашего третьего зрителя И остается последний червовый туз Ну, к примеру, зритель номер 4 Говорит цифру 11 Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь, девять Десять, одиннадцать Складываю один и один, получаю два Раз, два Вот таким вот простеньким способом Находятся Все четыре туза наших зрителей Фокус простой, делается он элементарно Но он очень прикольный Итак, давайте глянем, как его делать Итак, друзья Как же выполняется этот фокус? Этот фокус выполняется Ну, просто чрезвычайно просто Для начала вы берете четырех зрителей Ну, не берете, да Вам, собственно, надо, чтобы они были у вас Можете, в принципе, взять двух зрителей Чтобы каждый запомнил по два туза Ну, в общем, не суть Находим четырех тузов Это можно сделать прям при зрителе Совершенно спокойно Прямо сразу и заявить, что фокусы будут с тузами Находим их все, да, вот они у нас Четыре туза Предлагаем зрителю, зрителям Взять по одному тузу И запомнить, какой у них будет Пока они запоминают В общем, в чем суть фокуса Тузов нам надо сделать Десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой картой По счету, начиная сверху колоды Как это сделать, смотрим Пока они запоминают Взять по одному тузов, да, мы начинаем тасовать карты Пробежкой То есть, то бишь, по одной, да И долистываем так пробежкой до девятой карты Смотрим Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Бубновый валет Я его запоминаю Что он девятая карта И завершаю тасовку Все То есть, валет бубей лежит у меня наверху девятым Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Девять валет буби Итак, хорошо Валет бубновый девятка Для чего он нам нужен? Для того, чтобы первого туза Вставить сразу после него Как это делать? Я беру и раскладываю веером карты Видите? Я как бы валета не вижу Но вот, маленечко вот так вот Веер могу разровнять Вот этот бубновый валет у меня появился То есть, я беру Туза первого зрителя И вставляю сразу за валетом бубей Вот он Вот у меня бубновый валет И я сразу за ним вставляю туза Далее я вставляю туза второго зрителя Можно в любое место втыкать Но старайтесь не очень далеко друг от друга тузов размещать То есть, этого второго туза уже размещайте как хотите Третий туз третьего зрителя Вставляется сюда Ну и последний туз четвертого зрителя Также вставляется где-нибудь неподалеку То есть, вставили, да? Но нам же надо их сделать Десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый карты Смотрим как Складываем этот веер Вот так вот сложили, да? Подровняли тузов А теперь вот так вот мы взяли Пальчиком вот сюда указательным уперлись А большим уперлись сюда То есть, получается такое вот давление В общем, на карту вы давите, да? И начинаете тузов вот так вот запихивать И видите, вот эти карты, которые между этими тузами, да? Они у нас уходят вот так вот вниз Далее, что мы делаем? Мы их берем вот так вот Вытаскиваем Подснимаем вот сюда вниз И получается, что вот эти карты, которые между тузами Они у нас вылезли Мы их вот сейчас сюда вниз переложили То, что получается Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Девятый валет Десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая карты У нас тузы Хорошо Тузы мы сделали Десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой картой И дальше Начинается простая математика То есть Мы говорим зрителю Выбери любое число, да? От десяти до девятнадцати Ну, к примеру, вот первому зрителю, да, чей-то успеховый был Мы говорим Выбери любое число от десяти до девятнадцатого Ну, к примеру, он загадывает одиннадцать Вот этот Одиннадцать, да? Вот, то есть мы отсчитываем одиннадцать карт Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Эту колоду кладем, пока что она нам не нужна Берем эти карты И говорим Одиннадцать То есть сумма цифр одиннадцать Один плюс один Я складываю, получаю два Отсчитываю раз И на вторую карту я переворачиваю этого пикового туза Далее Вот эти карты, которые у меня в руке Я кладу поверх вот этой Вот эти карты, которые вы отсчитываете вниз Среди них могут быть эти тузы и остальные Их надо опять вернуть на те места На десятые, одиннадцатые, двенадцатые Поэтому вот эти карты я кладу поверх них И возвращаю в основную колоду Далее Следующий зритель Там был, по-моему, червовый туз А, бубновый туз был Тоже спрашиваем Он, допустим, говорит там Восемнадцать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать Восемнадцать, один и восемь Получаем девять Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь И девятая карта Это бубновый туз Нашего второго зрителя Опять же Эти карты я кладу поверх Которые я отсчитал вниз И возвращаю в основную колоду То же самое делаю с третьей картой К примеру, двенадцать зритель сказал Да, там крестовый туз был Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один за двенадцать Складываем Один и два Раз, два Получается три Опять эти кладу поверх Эти в колоду И последний туз К примеру, пятнадцать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Один и двенадцать Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать Один и пять, шесть Раз, два, три, четыре, пять, шесть Влетает шестой туз Вот таким вот прикольным способом Незамысловатым Можно найти всех четырех тузов В нашей колоде Как их делать нужными картами по счету Я вам показал То есть, по сути, вам нужно уметь делать веер и делать пробежку Ну, я думаю, в этом еще сложного нет Думаю, вы все умеете это делать Итак, с вами был Куликов Сергей И до встречи в следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok